Эта лента по праву стала всенародно любимой, даже невзирая на то, что в ней без особо всяких прикрас показывались ужасы криминального мира. К сожалению, мрачная атмосфера фильма наложила свой отпечаток на судьбы людей, участвовавших в данных съемках. Несмотря на то, что с момента появления первой серии прошло более 20 лет, многих актеров фильма уже нет в живых. За это время в мир иной отошло более 40 человек. Владимир Рожин, который запомнился по роли подсадного уголовника Федора, ушел из жизни 15 сентября 2001 года, ему было 53 года. 8 июля 2001 года в возрасте 52 лет умер Владимир Летенков, сыгравший Алексея Кольцова в третьем сезоне киносаги. Николай Рудик, блестяще сыгравший бандита черепа в правую руку вора в законе антибиотика, умер на 54 году жизни. Это случилось 7 марта 2002 года. 19 декабря 2002 года в возрасте 58 лет скончался Александр Товстонога, исполнивший роль Джабраилова в пятом сезоне. Антонина Шуранова, которая сыграла возлюбленную барона, искусствоведа Ирину Гордееву, ушла из жизни 5 февраля 2003 года в возрасте 66 лет. Реально существующий криминальный авторитет Роман Цепов, выступивший продюсером Бандитского Петербурга и сыгравший в нем эпизодическую роль, был отравлен 24 сентября 2004 года, ему было 42 года. На 61 году жизни, 20 января 2005 года, умер Станислав Рогузин, следователь по делу в районе Девяткино. 2 октября 2005 года в возрасте 47 лет скончался Александр Чабан, сыгравший роль майора Аркадия Назарова. Александр Романцов, сыгравший банкира Наумова, умер от инфаркта 6 декабря 2005 года, ему было 57 лет. Всеми любимый актер Андрей Краско, который отметился в сериале, ролью Жоры Пианиста, на 49 году жизни скончался от сердечной недостаточности. Это случилось 4 июля 2006 года. 27 декабря 2006 года ушел из жизни Станислав Лангеров, исполнивший роль шефа, коллеги адвоката Семена Борисовича Ланкина, ему было 67 лет. 27 марта 2007 года погиб провалившийся под лед во время рыбалки на Ладошском озере Евгений Меркуриев, сыгравший судмедэксперта Лудова. Спустя месяц, 27 апреля 2007 года, на 82 году жизни, скончался от лейкемии Кирилл Лавров, блестящий, исполнивший роль вора в законе по кличке Барон. Нора Грекалова, сыгравшая жену Ващанова незадолго до 65-летия, умерла. Это случилось 15 мая 2007 года. Актер Андрей Толубиев, исполнивший роль продажного полковника Ващанова, умер 7 апреля 2008 года от рака поджелудочной железы. 30 ноября 2008 года, возраст, 50 лет, умер Сергей Бекторев, сыгравший Лаврова в 8 сезоне. Петр Вильяминов, отметившийся в сериале роли Федосеевича. Тренер поджиудо скончался на 83 году жизни от пневмонии. Это случилось 14 июня 2009 года. 26 августа 2009 года, в возрасте 56 лет, из-за тяжелой болезни умер Геннадий Залогин, сыгравший Виктора Ильича в 4 и 6 сезоне сериала. Осенью 2009 года ушел из жизни Николай Графшин, сыгравший роль криминального авторитета по кличке Баюн. Ему было 63 года. В 2010 году умер Александр Староженко, сыгравший в 4 сезоне Верзилу из группировки Валеры Бабуина, а в 10 человека из группировки Сахатова. Ему было 46 лет. На 48 году жизни, 8 февраля 2010 года, от рака желудка скончалась Анна Самохина, сыгравшая Екатерину Званцеву. 7 июля 2010 года умер Виктор Шубин, капитан Оридежа. В 10 сезоне ему было на момент смерти 64 года. Георгий Траугот, сыгравший бизнесмена Анатолия Иваненко, скончался в возрасте 73 лет, 17 июля 2010 года. 25 сентября 2010 года умер Владимир Дюков-Самарский, сыгравший роль Кудасову. Ему было всего 64 года. 21 декабря 2010 года умер каскадер и актер Александр Шульга, сыгравший жулика в магазине. 6 июня 2011 года на 75 году жизни от сердечной недостаточности скончался Юзеф Мироненко, сыгравший Седова в 6 сезоне. Лев Борисов, запомнившийся всем, как криминальный авторитет антибиотик, умер 15 ноября 2011 года из-за перенесенного инсульта. На момент смерти ему было 77 лет. На 64 году жизни, 19 января 2012 года, умер Алексей Крымов, сыгравший роль обвиняемого в изнасиловании во втором сезоне. 2 февраля 2012 года от гепатита B умер Сергей Кудимов, запомнившийся по роли Кощея. Ему было всего лишь 47 лет. 28 февраля 2012 года вследствие тяжелой болезни умер Станислав Мухин, сыгравший Седова. На момент смерти ему было 63 года. Тихон Оськин, сыгравший лейтенанта Бодрова, скончался в возрасте 38 лет от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Это случилось 8 декабря 2012 года. 13 февраля 2013 года, меньше чем за неделю до своего 38-летия, утонул Алексей Осипов, исполнивший роль телохранителя антибиотика в четвертом сезоне. Скорее всего, актер покончил жизнь самоубийством. 26 августа 2013 года умер Дмитрий Барков, сыгравший отца Андрея Обнорского. 23 декабря 2013 года, в возрасте 56 лет, скончался от рака Юрий Лаусинч, сыгравший алкаша в девятом сезоне. Сура Энвартанов, исполнивший роль бандита, насиловавшего супругу Лидмана, умер 3 марта 2014 года, в возрасте 40 лет. 5 ноября 2014 года, Алексей Девоченко, сыгравший милиционера Степу Маркова, был найден мертвым в съемной квартире. Несмотря на то, что тело актера было обнаружено в луже крови со множеством увечий, официальная версия отрицает убийство. 6 ноября 2014 года, в возрасте 73 лет, умер Виктор Костецкий, сыгравший заместителя генерального прокурора. 18 апреля 2015 года, умер Александр Блок, сыгравший бандита Бабуина. Лев Дуров, отметившийся ролью Василия Михайловича Кораблева, умер 20 августа 2015 года. 8 ноября 2015 года, после тяжелой болезни, на 79-м году жизни ушел из жизни Виктор Харитонов, сыгравший художника дядю Сашу. Помимо этих актеров, до наших дней не дожили такие режиссеры, как Андрей Бенкендорф и Виктор Сергеев, сценарист Альбина Шульгина.